Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели интернет-портал Радио центра Сангейтс начинает свою программу, сегодня у нас понедельник, 8 августа и в Чикаго 8 часов утра, в Москве 16 часов дня и у микрофона астролог, руководитель школы астрологической Андрей Бухарин. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Майкл. Добрый день все радиослушатели Сангейтс Радио. Ну, давайте я озвучу, так сказать, наши координаты и о чем мы сегодня будем говорить. Это тройное WSungGatesRadio.com, это SunGates108, Солнечные ворота, SunGates на конце буквы, SunGates108, это наш скайп. Если у вас есть желание задать Андрею вопросы, задать вопросы центру SunGates, мне, пожалуйста. Меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель центра SunGates. Ну и мы приступаем к нашей программе. Надо сказать о том, что руководство радио и центра не всегда, согласно высказываниям наших гостей в эфире. И если мы говорим, это уже я буду обращаться к нашим радиослушателям, то мы не будем обсуждать, скажем, если мы говорим о политике, политике мы говорим только о прогнозах. Ну, политические лидеры очень важны для любой страны, сейчас выборы грядут в Соединенных Штатах. Но это не значит о том, что хороша ли Хиллари Клинтон, или плохо ли Дональд Трамп, или наоборот. Это мы говорим, какие есть варианты. То же самое все, что происходит в России. Давайте мы начнем вот с чего. Я получаю какие-то отклики на программы, которые у нас записываются, кстати, выставляются в YouTube. Ну и вот один из вопросов, даже не один, там было парочку таких. Ну, давайте про Россию, мол, поговорим в плане того, что прогнозы, прогнозы по России. Ну, давайте мы начнем, потому что много радиослушателей действительно подключаются к нам и слушают. Это те, кто находится на территории постсоветского пространства, не обязательно в России, но на территории, которая раньше называлась Советским Союзом. Андрей, давайте вам слово, а потом мы будем проходить дальше. Ну, я хочу сказать, во-первых, что по циклам идеологии Советский Союз еще живой. То есть мы, как это ни странно это звучит, но да, это еще... Как Ленин всегда живой. А, кстати, он до тех пор, пока он в Мавзолее, Грегор его, собственно, никто не отменял. Другое дело, что он уменьшается в сфере влияния его. Вот, а это раз. Во-вторых, по России, ну, во-первых, я уже много озвучивал всяких прогнозов на эту тему раньше, которые, в принципе, стратегически были, такого длительного характера. Суть их все сводится к следующему, то есть к двум таким показателям. Есть циклы смены идеологии, есть циклы войн, повторения. И вот эта цикличность, она историческая, то есть она не зависит от того, нравится мне это, не нравится, желаю я этого или не желаю. Но есть некие аналогии, которые я озвучивал. В настоящий момент, вы знаете, что, к сожалению, в России экономика основана на экспорте углеводородов. А это, в свою очередь, не развивает новые технологии и, ну, скажем так, оно резонирует с уходящей эпохой индустриализации. А все, что резонирует с тем, что уже как бы отмирает, оно не имеет такого, ну, в новом грядущей эпохе нового такого, ну, ее называют еще цифровой эпохой, эпохой, я бы сказал, Ну, я больше цифровой, это больше тактическая, а больше эпоха водолея, то есть когда человечество будет свободным, творческим и независимым, и, скажем так, образованным. Оно не соответствует, поэтому здесь, о чем это говорит? О том, что рано или поздно наступит переломный момент такой, когда новая эпоха будет уже вторгаться в нашу жизнь своими энергиями, а старая будет еще держаться, как бы, то есть, ну, как бы, конъюнктура держаться за старые способы извлечения прибыли, либо вообще построения общества. Это, как сказал Владимир Ильич Ленин, такой же самый период, когда верхи не могут, они за это не хотят, вот, нечто такое подобное, то есть, к чему это рано или поздно, понимаете? То есть, ну, кризис, то есть, кризис, я уже говорил об этом, что настоящего кризиса еще не было. А что такое кризис? Это уроническое такое событие, когда происходит перестройка, ну, заезженное слово уже не мое. Но, тем не менее, перестройка – это реформы, это уран. И, чтобы он не был болезненным, надо этот пар из этого котла, который нагревается, выпускать заблаговременно. То есть, надо вносить в свою жизнь инновации, научиться брать ответственность за себя, то есть, становиться самостоятельным. То есть, вот, уходящая эпоха индустриализации, она чем была хороша? Она была хороша с социально ориентированными государствами. То есть, когда государство делало большие города, там, ну, какой-то завод крупный, вокруг него, там, сразу много народа жило. Разумеется, любой бизнес, который находился, где много физических этих тел, он был самый успешный. И тот бизнес, который находился, условно говоря, где маленькие были города, он менее успешный, либо там какие-то сел. Сейчас же грядет эпоха, когда этот показатель не является основополагающим. То есть, когда мы можем находиться, жить где угодно, там, в селе в каком-то, на хуторе, где угодно, лишь бы был интернет. И мы можем оттуда, скажем так, реализовывать свой творческий потенциал, благодаря вот этой возможностью обучаться, общаться, зарабатывать деньги, находясь где угодно, хоть на острове. И, то есть, но здесь надо ответственность брать, как говорится, с себя в свои руки. К чему я такую длинную преамбулу говорю? К тому, что нефть для России, это больше, чем, к сожалению, это больше, чем, ну, скажем, пополнение бюджета, да, там основы. Это, к сожалению, такая, как бы, может, кому-то, скажем, мягкое слово подберу, политкорректное. Но, это же ресурс, на ресурсах, даже не на переработке ресурсов, основанной экономикой, а на ресурсах, скажем так, уходящей эры рыб, даже не первого уровня, а второго уровня, ну, скажем так, подход жизненный. Поэтому, безусловно, что новые энергии Водолея, они будут это дело переформатировать со всей неотвратимостью и со всей, скажем, такой, ну, уранической, скажем, внезапностью, я бы так выразил. Поэтому нам всем надо, кто желает жить в эре Водолея, которой, я считаю, еще она не наступила, хотя есть точки зрения, что она уже наступила, я уже много раз аргументировал, почему, на чем базируется моя точка зрения, в том, что готовиться, то есть готовить себя, в первую очередь, это изучать астрологию, например, то есть транслировать, пропускать через себя энергию урана, и тогда мы будем, ну, скажем так, нам позволено будет, скажем так, пройти дальше, дальше этого экзамена. Так вот, если подходить из такой эзотерической части к материальной практической, на нефти основано будущее современной России, и так как у нефти будущего нет, ну, до, скажем, еще ближайшие 9 лет уже массовые, например, в Норвегии уже массовые автомобили, там на государственном уровне запрещено уже производить с 2025 года эти автомобили на бензине и солярке. То есть они только электромобили, то есть уже человечество массово переходит, а кто же тогда нефть будет покупать, если массовый переход, допустим, автомобильного рынка перейдет, допустим, с углеводородов на электричество и так далее. То есть не только электричество, можно же какие-то более еще, ну, ресурсы энергетические какие-то открывать. Поэтому вот такая перспектива у нас, надо, то есть если глобально, ну, не то, что глобально, на ближайшие 9 лет. А на текущую ситуацию, я считаю, что нефть, она идет на снижение, хотя сейчас вот недавно, я сейчас смотрю по графикам, она отскочила до, на сегодня, на 44,75 сейчас. Хотя это верхняя граница нисходящего коридора, то есть тренд идет нисходящий. И предполагаю, что нефть будет дальше падать в цене, я уже озвучивал это, что она, по моим предположениям, дойдет до 27, а может быть и ниже долларов за баррель. Ну, исходя из этого, надо понимать, что если нефть падает в цене, то пополнение бюджета будет так, как это основополагающим, соответствующим и уровень жизни соответствующий. То есть делайте выводы сами. Ну, если вот так, Майкл, кратко, так, я не знаю, не напугал я слушателей с этими патолептическими, другими прогнозами? Да, дело в том, что радиослушатели только пишут о том, что вот давайте прогнозы, я приглашаю вас, дорогие друзья, общаться с нами интерактивно, поскольку, что такое прогнозы, прогнозы чего, прогнозы, куда поехать в отпуск, прогнозы, так. Скажем, что происходит в мире и какие там будут нас ожидают, какие-то глобальные прицепления, похолодания или катаклизмы. Это все чисто индивидуально, опять же, это кого чего интересует. Кого-то из радиослушателей, насколько я вот тоже тут вижу и читаю, интересует действительно нефть не в плане того. Вы понимаете, несколько лет тому назад, ну как лет 6-7 тому назад, я был на круизе одной компании, очень известной компании, и там были представители со всего мира, и в том числе из Москвы. И вот там был один мой знакомый, который рассказал о том, что он заказал себе автомобиль Тесла. Тогда еще не было завода Тесла, не было автомобилей, но предполагалось, что вот-вот он должен открыться. Так это, эти все автомобили, они только электроприводные, но практически все заводы-производители, крупные заводы-производители уже делают гибриды. И делает их уже очень давно. То, что нефть является источником всего лишь богатства и больше ничего, и тут существует очень и очень много всяких закулисных интриг и политических всяких там вещей, которых мы не будем говорить и даже и близко, это мы знаем, как бы чисто теоретически. К сожалению, сегодня, да, играет большую роль нефть в экономике и так далее, и в политике, но оно будет уходить. И есть какие-то закулисные, опять же, то, что нефть печать еле-еле просачивается, о том, что есть очень много проектов альтернативных энергий, но им не дают просто хода. Почему? Потому что невыгодно, кто от них будет чего зарабатывать. Ну, естественно, все меняется, естественно, что-то угасает. Если что-то летит вниз, то ловить падающий нож, это называется, нет смысла. Есть смысл идти с трендом, если мы говорим, скажем, о бирже, о стак-маркете, где, в общем-то, я как-то специализируюсь. И есть люди, которых это, может быть, интересует. Ну, давайте мы тогда подождем конкретных вопросов от тех людей, которых интересуют прогнозы. И давайте мы перейдем тогда, если мы уже начали говорить о нефте и там прогнозов, куда нефть, то, Андрей, у вас были прогнозы по поводу евро, движения евро. Евро, оно, так сказать, аппозит или оно противоположно движению доллара. Евро-доллар, пара евро. Если евро идет вниз, то доллар идет вверх. И по прогнозам у вас было действительно весь август месяц евро должно идти вниз, что, в общем-то, и сейчас оно и происходит. Ну, за исключением, может быть, одного-два дня. И как-то я вот графики показываю там, я их постаю туда и в Твиттер, и там, где я, в общем-то, этими вопросами занимаюсь, чисто вот именно этими вопросами. Их можно видеть и смотреть. Но вы говорили о том, что он идет вниз. Давайте мы, у нас начало рабочей недели, понедельник, и открытие маркета через 10 минут, американского маркета через 10 минут. И сейчас начнется вот туда-сюда все бегать, прыгать и так далее. В том числе, да, в том числе нефть и в том числе евро. Действительно, нефть поднялась, и оно дошло до линии поддержки, так называемой, линии суппорта. И, в общем-то, там было понятно, что пока мы его не пробьем, сказать о том, что мы идем вниз, ну, трудно сказать, потому что, если кто-то трейдер и будет базировать только на этом, они очень серьезно могут себя повредить, потому что нефть действительно на бирже, если ее трейдить, она очень дорога. Ну, давайте, вот понедельник, что у нас с вашими прогнозами? Благодарю, Майкл. Ну, если можно, еще предложение к нефти туда. То есть, основной посыл мой не в том, чтобы что-то там кому-то желать плохого или очень плохого. Основной посыл в том, что у нефтяной, нефтяная эра заканчивается. У нефтяной экономики нет будущего. И если мы не будем перестраиваться под новые реалии, то нас небеса перестроят принудительным путем. Понимаете? То есть, это как... А как это будет? Это уже, ну, уже, как бы, это не я. Там масса есть всяких ясновидящих, кто рассказывает всякие всевозможные наши варианты будущего. То есть, вот в чем посыл. Вот завтра, кстати, с таким мы встречаемся, с тобой, точнее. Суть в том, что надо переходить на новые технологии. Совершенно правильно Майкл сказал. Есть даже технологии еще там круче, там, которые... Вот, например, был такой ботаник Гребенников, который по рисунку жука, его подкрылков, сделал на гравитационных полях Земли платформу, которая летала. Вдумайтесь, фантастика. То есть, без всяких пропеллеров и реактивной тяги. Но это, как и Тесла, это ученые, это впереди времени своего, потому что эпоха рыб пока. Ну, эпохи рыб своей задачи, свои уроки. Что я хочу рассказать про нефть, ой, про евро-доллар. Евро-доллар, ну, давайте, во-первых, вспомним, что я прогнозировал, что с первого по третье будет падение евро. Фактически оно началось, но не с первого, а со второго числа вечером. И это Майкл деликатно так меня тут спас, сказал, что один-два дня может... Ну, реально, да, то есть, не всегда бывают точные прогнозы. Но суть в том, что там в этот период с первого по третий разворот происходит, и он произошел. А с четвертого по седьмое я прогнозировал флэт, то есть, боковое движение. В общем-то, это вся аудиозапись есть. И если вы посмотрите, действительно, где-то вот с третьего... Да, с четвертого числа по восьмое... А седьмое тоже было воскресенье. Ну, собственно... Единственное, простите, я немножечко вот реплику. Дело в том, что я впрямую там нахожусь, в бирже. В пятницу был очень важный репорт. В общем-то, я это прямо там в графике и показал, куда мы предполагаем идти. И было очень серьезное падение. Именно евро. Доллар очень серьезно пошел вверх. Евро очень серьезно пошло вниз. Но оно еще, так скажем, в маленьком таком промежутке времени, если считать там 60 минут, скажем так, на графике, оно видно. А вот на дневных графиках оно, может быть, не очень видно. Но, ну, так сказать, в единицах измерения это 150 пунктов оно упало за пятницу. Потом оно стало опять идти вверх, дошло до какой-то точки и пошло вверх. В пятом числе, да, вот это было как раз пятницу. Это было пятница. Это вот, и у меня, дальше что у меня было там в пятницу? Так, замедление. Ну, у меня как написано, как замедление падения и флэт. Ну, вот там боковик был и падение было. Падение с седьмого, то есть нет, флэт, боковик с седьмого по девятые. Что у нас с седьмого по девятые? Ну, с восьмого по девятые по настоящее действительно боковое движение идет. Ну, сегодня понедельник пока. Вот, дальше у меня прогноз был, что с десятого по двенадцатое падение. То есть, я прогнозирую, значит, что я прогнозирую, что где-то вот в эти дни начинается до конца... Это неделя укрепления доллара и падения евро. Ну, так, кратко, если тренд. Согласен. Что нам там уровни Фибоначчи говорят, Майкл, там? Какие уровни будут? Ну, еще раз, есть главные уровни, если считать, что этот уровень все-таки еще не пробится, говорить об этом преждевременно. То есть, теоретически, так сказать, мы можем предполагать о том, что евро пока еще, так сказать, может не падать. С моей точки зрения, ну, вот пока что оно, евро к доллару, находится флэт по сравнению с пятницей. Чуть-чуть... Боковик, да. Боковик, ну, флэт-боковик, да, как бы я тоже согласен. Но именно следующее движение, после бокового движения, мой прогноз падения евро. Вплоть до конца недели, до 12-го числа. На следующей неделе там тоже показатели такие, где-то до середины недели астрологически, что евро падает и где-то уже со второй половины недели, там уже коррекция какая-то, она отмечена. То есть, сейчас тренд нефти, то есть, я извиняюсь, нефть это никакой, евро падает. Если по уровню, ну, как бы я вот думаю, что пробить должно 1,10, там, 555 этот уровень пробить должно, на котором оно все время пытается его пробить, никак и не может пока. Ну, посмотрим. Ну, давайте проверим. Давайте проверим. Мы говорили с вами о том, что, ну, вы попытаетесь сейчас, вот так сказать, это что-то для вас новое, по поводу индексов. Индексов имеется в виду, понимаете, какая вещь. Ну, вот смотрите, сейчас я прослушал буквально за последние выходные дни, еще раз прослушал один прогноз, на август месяц наших астрологов, я имею в виду американских астрологов, несколько, я знаю, серьезных астрологов, вот, на ютюбе они есть, можно их послушать, правда, на английском языке, и вот август месяц, ну, достаточно неблагоприятный в том положении, что планеты стоят таким образом, это ваша, так сказать, часть, и вы это можете сказать. Ну, начинать с того, что будет лунное затмение совсем скоро, уже в августе месяце, через неделю, да, 13-го, по-моему, числа. 18-го, как бы, тут первое. 18-го, да. 1-го сентября у нас будет солнечное затмение, дальше тут Меркурий, эритроградный, в общем, будет много всяких. И вот ожидается о том, что будут очень серьезные какие-то, может быть, события, то есть, связанные с насилием, может быть, какие-то туристические атаки. Вот там так предполагается. Опять же, все взоры в Турцию, поскольку там была, я не знаю, попытка или был действительно переворот, государственный переворот, но вот это все не закончилось, то есть, там это будет продолжаться. И последнее я вам скажу, но это, правда, далеко еще, но, тем не менее, это в этом году. Там озвучивается дата Нового года, то есть, 31-го декабря, Нью-Йорк, Киев, это по-английски, когда наступает, так сказать, вечер 31-го числа. Ну, это, мы об этом еще поговорим. Давайте мы на август месяц, вот положение, скажем, планетарное, вот такая, прогноз такой. Ну, я уже его тоже озвучил на радио «Сангейтс», ну, если повторить вот так, что, в принципе, самое главное на что, если вот для бизнеса смотреть, то к концу месяца, как-то ни странно, сентябрь вроде месяц будут рассчитывать как активизации бизнеса, а я бы на это не рассматривал. Я бы рассматривал это после 20-х чисел августа, ой, сентября, где-то начало октября, потому что ретроградный Меркурий, который будет действительно практически, ну, 22 дня сентября, он замедлит эти все переговоры, и переговоры, которые будут проводиться, они будут, ну, скажем, потом договоренности будут, вот, после 22-го сентября будут пересматриваться. А ретроградность Меркурия начинает срабатывать уже где-то так за недельку до, скажем так, юридической точки разворота, потому что фактически он начинает, если вот у нас ретроградный Меркурий с 30-го августа ретроградным становится, то где-то вот уже последняя неделя августа это уже, ну, очень сильное замедление всех бизнес-процессов, вообще торговля в контрактах, переговоры, то есть, когда мы договорились, а партнер переносит, говорит, ну, что-то не складывается, поэтому рекомендую перенести важные сделки, важные какие-то дела на конец сентября, даже бы на начало октября правильный, как раз там растущая Луна будет, закончится этот месяц затмений сложный, а так, в целом, абсолютно согласен, конец месяца, обстановка нагнетается, и нагнетается она в первую очередь будет нагнетаться на, так как формирует такой стратегический аспект квадрат Сатурна к Нептуну, это будет религия, идеология, ограничение прав и свобод, именно даже может быть по теме вероисповедания, что-то на этой почве, а также я напоминаю, что именно затмение, которое будет на 18 августа, происходит разворот в сторону усиления мирового кризиса, к февралю, туда, 17-го года, как бы точка кульминации будет. Вот, извините, я вас сейчас прерву на минуточку, но вы действительно это все озвучивали, ну, давайте мы попробуем поговорить вот о чем, с моей точки зрения, когда вот такую ситуацию, да, вот вы озвучиваете, другой астролог озвучит, третий астролог озвучивает, вероятность того, что что-то где-то как-то произойдет, то вот, допустим, применительно к бирже, к стак-маркету, я понимаю так, что если это так, то тогда индексы, они доходят до какой-то своего определенного уровня, фибоначчи, там, неважно, какого-то уровня, и после этого начинается разворот, тем более, что это, если это совпадает, допустим, вот с тем, что вы и другие астрологи озвучиваете. Меня интересует вот что, ведь каждый человек, у него есть свои циклы, и я с вами, так сказать, в частной беседе, и там другие люди, которые обращаются к нам, вы им помогаете найти свои конкретные циклы. Вот эти циклы, они, скажем, смотря для чего, вот есть цикл, когда надо заниматься бизнесом, когда не надо заниматься бизнесом, когда можно или нужно трейдать, кто хочет этого, то есть на бирже участвовать, тогда они это делают, когда не нужно вероятность, то есть больше или меньше, вероятность поездки куда-то, в отпуск, есть больше или меньше, в определенном направлении. Скажите, что важнее, вот эти вот циклы, допустим, индивидуальные циклы, или циклы такие глобальные, когда, ну, все там дум и глум, как это по-английски называют, когда все летит вниз, там, кризис, там, помните, 29 век, 29 года, когда Великая Депрессия наступила, тогда уже не до циклов, какая разница, когда людям уже надо просто выживать. Вот все-таки, как вы считаете, что идет вперед? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что не для всех Великая Депрессия была Великой Депрессией, кто-то обманкротился, кто-то зарабатывал на этом. Также сейчас, когда мировой кризис идет, идет, скажем так, болезненная перестройка старой, отжившей своей экономической и социальной модели человечества на новые рельсы. И если мы добровольно это не делаем, то нас обстоятельства заставят это принудительно. Вот тут, кстати, о свободе выбора можно поговорить, есть ли она или нет. Это просто идет, это к тому, что на небесах происходят, это называется актуальные аспекты. То есть, если мы так разделим, актуальные аспекты, термин, это то, что на небесах планеты между собой, где они там, в каких знаках находятся, какие аспекты между собой делают. Основной сейчас такой кризисный момент формирует Плутон с Ураном. Они в этой аспекте 90 градусов, они все сходятся, расходятся, сходятся, расходятся, и вот пока они в течение 10 лет с 2008 года, этим занимаются, происходит на земле мировой кризис. И особенности Плутона такие влияния, что он формирует события либо в первом аспекте, либо в последнем, причем не обязательно точном. На первом нам озвучены были там события, обрушение рынка где-то 1 августа 2008 года, в качестве с резким усилением доллара. Ну и последний, где-то я так предполагаю, это конец, то есть это весна 2018. А предыдущее обострение будет весной 2017. Скажем так, еще где-то два обострения таких сильных. А вот индивидуальные, они как раз говорят, как мы этот урок переживаем. То есть на небесах урок показан, что допустим сейчас урок выживания, скажем, в мирное время. То есть умение, ну не сейчас, там лет 10 назад был, да. То есть когда все хорошо, и вот давайте научитесь жить в таком. Ведь не все же разбогатели, не все же там не болели болезнями, все были здоровыми, когда не было мирового кризиса. Ведь не так, правильно? То есть у каждого своя судьба. И также не значит, что все вдруг в один миг стали нищими и бедными, голодными, когда наступил мировой кризис. Нет, кто-то, между прочим, разбогатит. Я не буду тут рекламировать некоторые банки, например. Но вот интересные есть такие структуры, которые, кстати, стали водолейскую сегмент. Ну не знаю, если Майкл разрешит, я могу озвучить, что это. Ну как бы это реклама, надо будет им потом сказать, что... Реклама чего? Ну банков. Я вот наблюдал за банками. У нас, кстати, нельзя говорить плохо о банках. Это как бы... Но я как бы... Ладно, не буду озвучивать. Мы разве говорим о банках? Я хочу хорошее сказать. Банки делают очень хорошее дело. Они дают ссуды. Правда, под большие проценты. Поэтому вопрос какой? Хорошее дело, они нам дают ссуды, иначе мы не купили ничего. А плохо, потому что надо платить под много процентов. Ну вопрос спорный, скажем так, по судам. Я несколько о другом хотел сказать, что банк, который сейчас успешный, и когда другие банки закрывают отделение, а этот банк открывает, их экспансия у него идет, это говорит о том, что у них правильная маркетинговая политика, вообще как бы управление и так далее идет с ним. Но я сейчас не буду, скажем, тут рекламой заниматься и объяснять, просто если интересно, я в комментариях могу на фейсбуке ссылку дать, и народ почитает и посмотрит. Я просто хочу, это к тому говорю, что финансовый кризис, который в первую очередь, скажем так, жертвами становится банковская система, сама как бы переформатируется, а наряду с этим возникают водолейскими, скажем так, то есть выполняют правила игры, энергии водолея, структуры, и эти структуры имеют жизнь и развитие. Вот я о чем хочу донести мысль. Поэтому, если мы, любой из нас не выполняет это, то для него этот финансовый кризис, это страдание. Если он выполняет, то это как кризис роста. Что важнее, актуальный аспект или личный? Конечно, личный. Потому что индивидуальные транзиты от планет на небесах к нашему звездному паспорту, личной натальной карте, показывают конкретно, удача или неудача, болезнь или здоровье, если уж так говорить, рождение детей, либо период бездетности, безбрачие, либо наоборот, замужество и так далее. Удача в бизнесе, либо банкротство, это показывает уже индивидуальный транзит. И если делать вывод, например, у нас уже есть, я вот занимаюсь чем, мы индивидуально можем сделать прогноз на каждый день для трейдеров. Майкл, обращайтесь там. Ну, действительно, мы это уже сделали, я просто хочу, это не теория, это уже практика. А почему? Потому что одно дело прогноз, куда пойдет евро вверх или вниз, а другое дело, если в этот день, в который у человека по судьбе благоприятный период, даже если он ошибся с открытием ордера по судьбе, ну, вот так происходит, что он на каком-то там отскоке успевает выйти в плюс и еще заработает. Вы знаете, вот у меня стоит компьютер, который, может быть, кто-то видит, тут у меня, так сказать, трейдинг аккаунт, и я смотрю, а сегодня у меня позитивный аспект. Прямая реклама Андрею Бухарину, но я этому очень рад, поскольку, во-первых, это действительно работает, я могу сказать, во-вторых, и для тех людей, которые у меня, мои студенты, это работает, поэтому, ну, вопрос был действительно о том, что важнее, значит, вы говорите индивидуальные циклы, чем глобальные циклы, да? Нет, глобальный цикл, это общий урок, а индивидуальный транзит, он показывает, как мы этот урок будем, ну, там, проходить, то есть, скажем так, благоприятно, либо, ну, даже, правильнее сказать, неблагоприятно, а легко или трудно, его будем проходить, даже грамотнее так это выразить, потому что и неблагоприятные транзиты, они заставляют нас делать все, как говорится, пятилетку в три дня. Андрей, вот конкретный вопрос, конкретный вопрос, вы не можете сказать, в плане, люди хотят поехать в отпуск, в отпуске я почему-то вот вспомнил, потому что я не так давно был в Таиланде, и я был на Бали и был в Таиланде, вот в Таиланде есть место, Пукет называется, и это курортное место, и когда-то туда люди поехали, и там было цунами, и в том числе там были, да, там было много отдыхающих, в том числе, естественно, было отдыхающие из России, и люди погибли. Скажите, ну, я полагаю так, что можно предположить, вот если бы они проконсультировались, скажем, с астрологом, то им бы не рекомендовали поехать туда. Астролог, естественно, бы не рекомендовал это, да? У меня вопрос такой, скажем, есть напряженность вот в том регионе, это означает ли это, что туда никто не должен ехать, или все-таки есть напряженность, вероятность того, что там что-то может произойти, то есть зачем испытывать судьбу, да? Не надо туда ехать. В то же время у кого-то по судьбе, так сказать, индивидуальный цикл, все в порядке, а вот, ну, вот хочется туда поехать. Не будет ли конфликтной ситуации в этом плане? Не будет, так как не все утонули, когда был тот цунами, например, ну, цинично, может, как-то мы сейчас разговариваем об этой трагедии, но, тем не менее, вы знаете, есть масса людей, кто хотят экстремального отдыха, и тогда действительно выбираешь, где будут кризисные ситуации, но индивидуально их транзиты благоприятны на то место, то есть в том числе по астрокартографии, когда планетные линии благоприятные, индивидуально проходят через то место, а, скажем, событийные, там не при... Ну, такие, ну, есть же такие люди, масса, кто вот в горы куда-то ходят там, даже погибают там, ну, к сожалению, либо сплав какой-то по экстремальным рекам, такие, знаете, вот, адреналин им нужен, но они все равно ищут, как говорится, отдых соответствующий, то есть не все хотят спокойного отдыха. Ну, мы их не берем в расчет, как и не берем в расчет трейдеров, допустим, поскольку таких людей... А мы про нормальных говорим, да? Мы говорим про нормальных людей, это же люди такие... Да, ну нормальные, естественно. Экстремальные, что про них говорить, их мало. Кстати, мне обращаются много... У меня как раз есть такой опыт именно подбора, куда ехать, потому что именно индивидуальные показатели показывают, будет вред человеку или нет в той местности. Кстати, не обязательно, что это непременно там должно быть какое-то глобальное такое, ну, трагическое событие, которое затронет какие-то коллективы. Ведь, как это ни трагично, но люди тонут и погибают в спокойных пляжах, например, где служба безопасности есть и так далее. Не потому, что там плохо... Вышел кирпич на голову, упал индивидуальный цикл. Тем не менее, это мы говорим о том, что именно для этого человека, именно эта местность опасна, понимаете? А вот для других она... Но в целом там ситуация мирная, в целом там никаких цунами нет, войны нет и так далее. То есть надо различать. Конечно, с семьей лучше любой разумный человек не поедет там, где будут какие-то, не дай бог, цунами и прочие такие события какие-то негативного характера. Поэтому подбираем периоды... То есть двойственно подбираем, чтобы глобальная ситуация была в том регионе спокойной, и индивидуальные показатели были спокойными. Ну, не так много может быть мест на земле, особенно когда на семью подбираешь, когда чтобы на всех членов семьи как-то совпало, более-менее, скажем, там такие вот показатели благоприятные совпали. Это тоже работа, это труд. И бывает так, что из того, куда они могут поехать, и, собственно, бывает, что и надо менять. Где-то не обязательно на берегу. Может быть, на суше где-то провести отдых. Андрей, я знаю, что вы, в общем-то, анализировали, вы озвучивали. Завучивали. Скажите, в этом году тем, кто еще не поехал в отпуск, ну, какое самое, скажем, то, что вы считаете, неблагоприятное место для тех людей, которые, ну, обычно там отдыхают. Ну, есть же места тоже экстремальные, никто же не поедет там, скажем, в Антарктику. В этом году мы считаем на август, наверное, да? Не обязательно на август. Есть же люди, которые... Ну, на август проще. Август у нас еще не... Я уже озвучил по августу уже. Я просто хочу сказать, что если можем на следующий месяц, мы можем на каждый месяц, потому что это же готовиться надо, это надо смотреть по новолуниям, скажем, прогноз. Я его не составлял на... Ну, сейчас, в дальше август. Хорошо, тогда вы подготовитесь и мы озвучим. Но вы уже озвучили район Красного моря, там вот это вот... Ну, да, если в Египте, то восточная часть Египта, где Красное море, она более безопасна, чем, скажем, ближе к границе к Ливии, вот там средиземноморная вот эта часть. Да, и Южно-Китайское море. Ну, Южно-Китайское, там события, да, как бы они такие... Ну, там можно и южнее Южно-Китайского моря отдыхать. Там масса, где Индонезия, там уже смотреть индивидуально надо. Я хотел вот как раз по поводу индивидуальных транзитов, как раз пример, вот мы... Несколько передач у нас было, помните, посвящено выборам Соединенных Штатов. Да. И я давал прогноз именно исходя из индивидуальных показателей, а тогда на ту дату прогноза у Хиллари Клинтон, у нее эти проценты популярности были выше, чем у Дональда Трампа. И я прогнозировал, что в августе наступит перелом, когда Дональд Трамп начнет догонять, и, ну, по крайней мере, у него будет рост авторитета или там популярности, а у Хиллари Клинтон будет падение. И вот, по крайней мере, по той информации, которую я сейчас получаю, это соответствует или как не соответствует, вы поправьте. У нас, как бы, есть прямо целые заголовки такие, что Дональд Трамп догнал уже по популярности... У меня где-то есть, здесь даже я смотрел. Да, Трамп почти сравнялся популярность с Клинтоном после июльского отставания. Вот статьи такие на официальных у нас. То есть, значит, вот индивидуальный работает, работает показатель, то есть, именно прогнозов. А хотя обстановка, может быть, как бы, внешняя, ну, вроде там еще нормальная какая-то, да, в Соединенных Штатах. То есть, нету кризиса такого, какого-то, ну, таких, потому что он обычно набирает же плюсы обычно в этих, при каких-то таких трагических событиях, которые сопровождают... Вы имеете в виду Трампа? Да, да, да. Имею в виду, как бы, в американцам, в Америке, если какие-то вот трагедии, то у Трампа растет, как говорится, этот его рейтинг, а у Хиллари падает. Я просто хочу, корреляция присутствует это или нет? Или пока нету такой корреляции явной? Ну, чисто, если, да, ну, где-то, где-то кто-то всегда... Вы понимаете, это предвыборная кампания. Это просто вытаскивание на свет каких-то там фактов, которые не знают и не всем известно, и начинается спекуляция по этому поводу, поскольку мы подходим все ближе и ближе подходим к конкретным уже датам, когда уже начинается вот ажиотаж. То есть, пока это все разогрев идет. Ну, такого нету, внешне такого нету. Показатель того, что экономика как бы... Вот в пятницу был очень серьезный репорт. Это бывает первую неделю каждого месяца. Первая пятница каждого месяца такой репорт. Это создание рабочих мест. Очень был серьезный репорт, очень много там создано. Но это все, так сказать, ну, возможно, и не так. На самом деле, то есть, это... При плохой игре хорошая мина, да, как говорится. Мы сейчас не анализируем, мы прогнозируем, правильно? Хорошо. Что еще нам ждать в августе месяце? Мы когда будем приближаться... На следующей неделе мы встретимся, я полагаю. И мы поговорим более подробно, поскольку будем приближаться к каким-то событиям... 18-го числа, да. Потому что по поводу индексов, то есть, я хочу сказать, что... Хотя я сейчас... У меня, скажем, идет такой этап астрологического изучения глубокого Дору Джонсона. Но на данном этапе, если можно что-то сказать, то, на мой взгляд, где-то около 18-го числа. И ближе к августу месяца, вот это период, когда очень может быть падение Дору Джонсона. То есть, то, что как бы ожидаемо, потому что он там все время наверху, какие-то колебания идут. И вот эти ожидания, когда, то есть, я вот прогнозирую, что где-то вот в этот период очень вероятно, вот эти резкие снижения. Ну, в общем, посмотрим, что там происходит. Вот я читаю, я получаю рассылки, я читаю, сейчас я сразу буду переводить. Между 12 августом и 24 сентября мы входим в гелиоцентрическое время, которое вовлекает Венеру и Юпитер. То есть, их вот такая позиция будет 3 сентября. Точнее, было 29-го года, когда мы достигли, то есть, похоже была, очень такая же погода. В 29-м году, когда мы дошли до самого верха, после чего мы полетели по-страстному вниз. Вот это, собственно, называлось у нас в Соединенных Штатах, называлось Великой Депрессией. И вот некоторые называют дату 16-го, у меня есть такая дата, кстати. А что Юпитер с Венера, я не понял, что они сделали, что это за обоснование? Ну, давайте мы, это специфический вопрос, давайте мы поговорим уже, наверное, после эфира, поскольку... Хорошо, потому что... Это чисто, да, специфически. Но даты, конкретная дата, вот то, что вы сказали, значит, вот есть дата 16-го, она у меня есть, есть дата 25-го августа также, это дата... 22-го, там, вот эта неделя, скажем так, 22-го, 27-го числа, с кульминацией где-то 23-го, 25-го августа. Да. Там даже, знаете что, там просто будет срединная точка между затмениями 25-го августа. И, кстати, эти дни, для того, чтобы вы понимали, насколько они важны событийно, например, вот сегодня, кстати, 8-е, 08-е, если вы вспомните, это была такая там военная кампания с Южной Осетии, 8-го августа она началась, дай бог памяти какого года, 2008-го года, кажется. Так это была тоже срединная точка между затмениями. То есть, вот просто, мы сейчас не говорим, кто хороший, кто плохой, мы говорим сам факт, что эти дни, они всегда, на срединных точках, кстати, падают самолеты чаще всего. Это закономерность, просто уже статистика такая, что очень большая. То есть, эти дни, кстати, с точки зрения, это не значит, что все упадут в самолеты, не дай бог, нет. Но у кого показатели есть в гороскопе, скажем там, неблагоприятные, допустим, показатели для перелетов, то в эти дни я бы рекомендовал хотя бы там день раньше, день позже, но не в этот день, потому что он довольно так, даже больше немножко. Мне кажется, можно сделать намного проще для тех людей, которые слушают наши программы, и которые еще не обращались. К астрологам вот у нас есть конкретно, у нас есть несколько астрологов на самом деле, то есть мы конкретно кого-то, как у нас тут говорят, all due respect, со всем уважением, мы конкретно не занимаемся рекламами, но тем не менее, вот сейчас мы беседуем с Древней, Бухарином, и если мы знаем о том, что у нас глобальный цикл, какой-то очень такой серьезный цикл, и мы к этому подходим, уже циклу совсем немного осталось, то этот цикл занимает, ну скажем так, месяц, да, примерно середина августа по середине сентября. Если кто-то планирует предпринимать какие-то, допустим, поездки дальние, отпуски и так далее, если кто-то планирует какие-то, ну, делать судьбоносные, важные какие-то решения, то, наверное, есть смысл обратиться к человеку, который в этом деле разбирается, и спросить свой индивидуальный цикл, как он укладывается вот в этот вот промежуток времени. Логично, то есть верю-не верю, это ерунда полная, вот, что значит верю, а если, как в том анекдоте, да, зачем портить с ним отношения, да, мало ли. Поэтому, дорогие друзья, sungatesradio.com, это наш веб-сайт, тройной W sungatesradio.com, это наш скайп, sungates108, программы наши записываются, выставляются в YouTube, потом попадают на Facebook, и вы элементарно можете, в общем-то, нам задавать вопросы, на которые вы без сомнения получите ответы. Вот таким образом. Хорошо. Давайте мы тогда будем, наверное, нашу программу... Я еще хотел, еще можно, Майкл, добавить, как раз по теме нашего радиопередачи. Вот до 18-го числа сейчас, в принципе, даже вот эта неделя, она довольно гармонична для начала новых дел. То есть еще Меркурий не ретроградный, растущая Луна, как бы вот эти квадратуры, которые будут в конце месяца, они еще не так активны. То есть, в принципе, если важные дела надо кому-то, даже он не знает там своего гороскопа индивидуального, то выбор из-за того, что в конце месяца и сейчас, сейчас, ну, в принципе, там на небесах, как бы более благоприятная такая конфигурация для начала новых дел. Хотя, опять же говорю, что это все принесет пользу или вред, это индивидуально показатель надо смотреть, а не... Ну, так. Понятно. Хорошо, Андрей. Что вы могли бы еще, так сказать, пожелать, рассказать, добавить? Я хотел бы всегда закончить нашу передачу, наши чудесные передачи, хотел бы заканчивать позитивными какими-нибудь посылами. Потому что, смотрите, вот то, что мы с Майклом здесь такие вещи цепляем, которые, может быть, неприятные, негативные, там, цунами и так далее, это не значит, что мы стараемся нагнать страху. Мы, девиз, лично у меня, например, предупрежден, значит, вооружен. То есть, здесь надо подходить с позиции знающего человека. То есть, если мы ожидаем, что, как вот, наш корабль идет неким маршрутом, и впереди шторм, но это не значит, чтобы беспечно продолжать лежать там на верхней, там, на какой-то палубе, на... и загорать там, и так далее. То есть, надо подготовиться к этому, надо задраить там все люки и так далее, приготовиться пройти, либо, возможно, обойти даже это место, это опасное. Вот для чего передача наша ведется, проводится. Поэтому я хочу вам всем пожелать хорошего отдыха в августе. В принципе, сейчас хороший период еще для отдыха. Ну вот, концовка месяца, там уже, так как много негатив, Нептун поражаться начинает, это уже больше показатели опасности на воде. Поэтому быть более бдительным, именно концовка августа, она более такая, ну, опасности много у воды. Поэтому берегите себя. То есть, подумайте несколько раз, надо ли, не надо, там, принимать вводные процедуры. Ну, то есть, бдительными будьте. Вот и все, вот что я хотел сказать. А так, я хотел всем пожелать счастья, здоровья, любви. И еще хочу сказать, мы еще будем, еще передачи у нас будут, но приближаясь к затмениям, не надо бояться затмения. Затмения, они даны для коррекции нашего прошлого. И мы об этом можем поговорить на следующих передачах, где как раз объяснить, потому что народ, я так заметил, запуган, что там жизни нет. Нет, ничего подобного. Живем. В среднем, где-то в год проходит 3-4 затмения. Сколько лет мы уже прожили, можете посчитать, сколько затмений пройдено. Вообще, бывают годы, когда и 7 затмений за год. Но это обычно такие критические годы, как, например, 1917 год. Насколько я помню, там было 7 затмений. То есть, там события очень много в этих годах. Ну, мы подготовимся к затмениям, ближе к затмениям. И более подробно о них, скажем, расскажем. И, кстати, по астрокартографии, как раз вот линии затмения, они показывают тренд на полгода минимум. Какие территории будут, ну, как-то под этим влиянием. То есть, не на месяц, а вот более длительное такое. Понятно. Вот так могу. Хорошо. Андрей, спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо, что вы были с нами. Андрей, вам большая благодарность. Как всегда, очень интересная программа. Мой, я партнер, точнее, не он партнер. Это у нас вот Сатхарта Гаутама рядом со мной. Одобряет то, что мы рассказываем интересные вещи, которые будут помогать людям. Ну, вот на этой позитивной ноте мы заканчиваем нашу программу, но не заканчиваем наши передачи Сангейт-центр. Если кто-то хочет еще раз с нами соединиться, это Сангейтс 1.08. И прямые вопросы мы можем принимать. Ну, естественно, на Facebook, YouTube тоже будем принимать. И мы будем озвучивать в нашей следующей программе. А сейчас я прощаюсь с Андреем Бухариным, астрологом. И до новых встреч, дорогие друзья. Всего вам хорошего. Благодарю, Майкл. И уважаемые радиослушатели, вас также за участие в этой чудесной радиопередаче. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok